Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На портале Экзегет продолжаем читать книгу Судей Израилевых. С 17 главы до конца книги уже рассказывается не об истории каких-то конкретных судей, а описывается та обстановка, мрачная, тяжелая, морально-нравственная, очень упадочная обстановка, которая была в эпоху Судей. Мы не знаем, каким периодом датировать эти главы. Может быть, речь идет о начале эпохи Судей, может, о конце, может, о середине. Это довольно продолжительная эпоха, несколько столетий, ну, лет 300, по крайней мере. И вот этих историй две. Одна история, охватывая 17-18 главы, это история некоего Мехи и некоего Левита. И история о том, как донитяне, представители колена Данова, искали себе территорию для проживания вдали от своего надела. Следующие три главы, 19, 20 и 21, это очередное такое прибавление, очередной такой аппендикс, где будет рассказываться о грехе жителей Гаваона и о гражданской войне, которая была спровоцирована этим самым грехом войны против колена Вениаминова. Ну, в общем-то, рефреном будет повторяться, что в то время, в те дни не было царя у Израиля, и каждый делал то, что ему казалось справедливым. На самом деле, это справедливостью, конечно, не было. Были одни бесчинства и беззакония. От идолопоклонства до омерзительных преступлений и грехов, какие здесь описываются в этих главах. Видимо, автор, священный писатель, составлявший эти главы, он хотел проиллюстрировать на этих примерах то духовное и нравственное состояние народа, в котором оказался Израиль в эпоху судей. То есть, явно, что здесь говорится о том, что положение дел было ненормальным. Вот, дескать, можно подумать, что придут цари-батюшки, и будет лучше. Ну, в чем-то лучше, а в чем-то, может быть, и нет. Об этом повествуют четыре книги царства. А мы продолжаем читать книгу судей. И вот история этого самого мехи, героя 17-18 глав, и история некоего левита. «Был некто на горе Ефремовой именем Миха». Миха так его будут дальше звать, но вот в первом стихе синодальный переводчик тоже вставляет Миха, хотя в еврейском тексте. В еврейском тексте Михаегу. Полное имя. Михаегу – кто как Господь. Мы знаем, есть имя Михаэль – кто как Бог, а вот Михаегу – это кто как Господь. А сокращенная форма – это Миха. Так звали, например, пророка Михея. Его звали Миха, книга которого в числе книг малых пророков. Так звали нескольких библейских персонажей. И вот в частности здесь мы встречаемся с неким Михой. Гора Ефремова, там, где колено Ефраима, центральная часть Израиля, Ефремова-на-Горье, там, где позднее будет город Шомрон, столица, израильская столица, одна из столиц. Вот там, на горе Ефремовой, жил этот самый Миха. Больше о нем ничего не говорится, как звали его отца. Имя матери мы тоже его не знаем, но дальше идет диалог Михи с матерью. Вернее, мать говорит ему, он говорит матери сначала. Он сказал матери своей, «Тысяча сто серебра, которые у тебя взяты, и за которые ты при мне изрекла проклятие, это серебро у меня, я взял его». Он стащил у матери серебро, много серебра. Вспомним предыдущую главу, «История Шемшона и Длилы». Там, подсовывая Длилу Шемшону, чтобы выведать секрет его силы, его могущества Шемшона, они обещают Длиле, каждый из Сарнефлиштим, каждый из Саранимфлиштим, из тиранов филистимских, правителей и владителей, обещают ей 1100 серебра. А здесь тоже эти самые 1100 серебра. Видимо, какая-то такая фиксированная сумма была очень крупная. Как бы мы сегодня сказали, «Вот миллион тебе дам». Так он говорит своей матери. Он признается ей в том, что стащил у нее это серебро. Она его за это прокляла. Она изрекла проклятие, не зная, кто стащил, но сказала, проклят, видимо, стащивший, укравший. И он признается, «Это я стащил». Она от него уже прокляла. То есть довольно так отношения были далекими от высоких нравственных стандартов, так скажем. Сын у матери ворует, мать его за это проклинает. Он признается, «Серебро у меня, я взяла его». Тогда мать говорит ему вместо проклятия, «Благословен сын мой у Господа». Проклял у кравшего, а теперь сына благословляет. «Барух, говорит, ты вот благословен». «И возвратил он матери своей тысячу сто серебра, и сказала мать его». Дальше интересная история. «Это серебро я от себя посвятила Господу». Господу. Вот они вроде бы живут в этой во тьме, в грязи этого идолопоклонства. Об этом вот эти главы как раз, об идолопоклонстве. О страшном идолопоклонстве, в котором они занимались. Во всех его многоразличных формах. Но вот почему-то она говорит, «Я посвятила Господу». И здесь священное имя Господне. Четырехбуквенное. Тетрограмма. «Для сына моего, говорит, посвятила Господу, для сына моего, чтобы сделать из него истукан или той кумир. И так отдаю его тебе». Как же ты посвятила Господу, если хочешь сделать истукан или той кумир? Ну, видимо, настолько синкретическая была вера в то время, настолько истинное богопочтание, то есть почитание Господа, который вывел израильский народ из египетского рабства, даровал ему заповеди, ввел в землю обетованную, даровал ему эту землю и благословил, они, эта вера истинная смешалась с верованиями местных народов, хананейских племен, которых не прогнали, не истребили, а погрязли в этом болоте хананейской духовности, и вера была синкретической в то время. То есть много было наносного всего, то, чего не присуще истинной вере. И вот она, с ее точки зрения, посвятить Господу, это значит сделать истукан или той кумир. Вот здесь говорится «песель у масыха». «Песель» – это значит, синодальный переводчик переводит через истукан, «песель». Хотя слово «песель» – это вообще статуя. Статуя. Ну, а в современном Абрите это, например, памятник. «Песель-Шель-Ленин». Памятник Ленина. Ленину. Вот «песель». Ну, понятно, что в древности, если делали статуи, в израильском народе это осуждалось, потому что это были статуи божеств. Никто, никому бы в ум не пришло просто в голову делать статую царя, например, и ставить ее где-нибудь на какой-нибудь горке. Если делали статую, то обязательно делали статую какого-то божества. Вот «песель». Поэтому «песель» – это истукан. А второе название – «масыха». Есть два амонима. Первое означает «покров», «покрывало» – «масыха». В этом такое значение. Пишется совершенно одинаково и произносится полные амонимы. Вот «масыха». И есть другое значение. Это вот как раз что-то такое литое. Литое какой-то кумир. Литое какое-то статуя, какая-то литая. То есть вылитая, выплавленная. Ну, предполагают комментаторы, что речь идет об одном каком-то предмете. И вот здесь истукан, и литой кумир – это не два разных предмета, а это один предмет, скорее всего. То есть, возможно, это была какая-то деревянная статуя, истукан, да, которая была обшита серебром. Вот эти 1100 серебра, 1100 шекелей, видимо, серебра, кусочков серебра, мера веса – 1100. Видимо, были выплавлены фольга такая металлическая, и покрыт был этот истукан серебром. Серебро здесь упоминалось выше. Вот, значит, истукан, и литой кумир, возможно, это один предмет, не два разных предмета. «Итак, отдаю он и о тебе». Значит, еще нет ни истукана, ни литого кумира, есть серебро, которое нужно пустить в дело для того, чтобы изготовить изделия рук человеческих литого кумира, литого истукана вот этого. И считается, что все это для Господа. Вернее, посвятила мать, говорит, Господу для сына моего, для тебя, Миха. Но он возвратил серебро матери своей. Мать его взяла, то есть, он ей возвращает. Сказал, твое серебро, делай, что хочешь. Мать его взяла 200 серебра и отдала их плавильщику. Вот из этих 1100, 200 взяла и отдала плавильщику. Он, то есть плавильщик, сделал из них истукан или той кумир, который и находился в доме мехи. И был у мехи дом Божий. Удивительно. Бейт-элогим, дом Божий. Элогим – это обычно словосочетание, которое применяется к дому истинного Бога, к храму, например, иерусалимскому. А вот у мехи тоже был свой такой какое-то культовое помещение, которое называлось тоже дом Божий. Очень интересно. Все это автор, который пишет это, он желает, видимо, своим читателям, благочестивым израильтянам внушить ужас. Смотрите, что творилось в нашем народе, говорит он им, когда правили судьи. Какие безобразия, какое мрачное поклонство процветало. Мало того, что эти истуканры, это и кумиры, еще там, в этом доме Божьем, мы читаем в пятом стихе, еще сделал он, то есть меха, эфод и терафим и посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником. полное идолопоклонство во всех его проявлениях. Эфод, который здесь упоминается, это предмет, слово эфод, многозначное слово, и здесь оно означает тоже какой-то религиозный предмет. Эфод может быть, например, льняной эфод у Самуила, которая ханна, мать его, сыну своему, отроку, Шмуэлю, шила каждый год и приносила в шило, где тот жил. То есть просто льняная какая-то рубаха, льняная рубаха, длинная, в которую одевались. Может, да, льняной эфод носили священники также. Потом эфодом может быть какая-то одежда, в которую облачали вот этих самых истуканов. То есть использоваться в идолопоклоннических целях мог эфод быть используем. Потом сам этот истукан, мог называться эфодом или предмет, который подобный истукану. Вот непонятно, или здесь это одежда для истукана эфод, или это какой-то предмет. Вот то же самое, не совсем ясное значение слова террафим. Окончание множественного числа, трофим. Вот это были такие вот террафимами, назывались некоторые такие фигурки божеств, которые считались домашними охранителями. Маленькие фигурки вот таких домашних охранителей, домашние башки. Вспомните книгу «Бытия», где Рахель крадет у Лавана отца своего вот этих вот, этих террафимов. Потом садится на них, и Лаван не может, обыскивая, не может, шатер Рахеля обыскивая, не может их обнаружить, она на них сидит. То есть это были маленькие какие-то фигурки, типа нетски. Вот такие домашние, маленькие охранители, башки. Может, чем-то они напоминали вот те фигурки, которые хранятся сейчас в музее библейских стран в Иерусалиме. Есть на территории музея Израиля небольшой музей библейских стран. Вот там можно посмотреть этих трофимов, этих самых, эти самые фигурки, они там с такими отверстиями, с дырками, потому что иногда они могли еще и не только быть домашними башками-охранителями, но и, вероятно, вероятно, мы ничего твердо знать не можем в этом плане, могли как-то использоваться в магических целях для проклятия в адрес врагов. Вот поэтому их могли протыкать глиняные фигурки. Вот непонятно, какой-то, какие-то трофим, терофим, множественное число, терофим, то есть были терофимы, терофим, терофим уже множественное число, и добавлять не надо. Были терофим, и был эфод у него в этом самом доме Божьем, в этой домашней часовне, в домашнем такой маленьком, маленьком таком капище. Ну и, наконец, вообще уже совсем Михаас пятил, он одного из сыновей своих поставил священником. Ну, сказано, что он ему Емале Эт Яд Наполнил руки Обычно такое техническое техническое выражение для обозначения посвящения. Вот, например, сыновья Аарона посвящаются, тоже говорится, что им наполняются руки, наполняются их руки. Вот, это техническое выражение для обозначения посвящения, то есть консакрации, поставления во священники, так скажем, в коины. Но коинами, священниками, конечно же, могут быть только сыны Аарона. Как это заповедано? И вот писатель книги Судей, который пишет эту книгу уже во свете второзакония, то есть книга Судей была написана уже в эпоху позднемонархическую или, может быть, даже еще несколько позже, то он дает оценку вот этому всему. Конечно же, здесь любой читатель 17 главы чувствует, насколько отрицательна эта оценка. Отрицательная оценка священного писания всему тому, что делает Миха и его мамаша. То есть, они погрязли по уши в этом идолопоклонстве, а еще он из сына своего одного из сыновей своих сделал священником. То есть, такой это был самосвят у него сын. Мало того, что он не был, скорее всего, был ефремлянином, то есть, из колена Ефраима, он поставил, считая, что это дом Божий, считая, что все это ради Господа, не Ааронита, не Ааронита, то есть, не сына Аарона и вообще не Левита, а какого-то вот своего сына. Творилось, что попало. Полный беспредел в религиозной сфере. И поэтому автор пишет, священный автор, пишет, «В те дни не было царя у Израиля», 6 стих, «каждый делал то, что ему казалось справедливым». Несколько раз это повторяется в книге «Судей». Дается оценка. Плохо, дескать, что не было царя в Израиле. Каждый делает то, что считает правильным. И дальше глава продолжается. Вторая половина седьмой главы. История развивается, появляется на сцене некий Левит. Один юноша из Бейт-Лехама иудейского из колена Иудина, Левит, тогда жил там. Значит, он хоть был из колена Иудина, но, жил среди колена Иудина, но происходил из левитов. Левиты были рассеяны по всем коленам. Колено Леви не имело своего удела среди других колен, не было земельных наделов. Были какие-то места для выпаса пригородах, левитских городов, но земельных участков не было больших. Они должны были, сам Господь их удел, они должны были питаться от алтаря. Так вот, здесь говорится, что он из колена Иудина, но жил на Ефремово-Нагоре. То есть, из колена Иудина Левит пришел, поселился в колене Ефраема, Ефремово-Нагоре, на горе Ефремовой. Вот. И как это было? Восьмой стих. Человек этот пошел из города Бейт-Лехама иудейского, чтобы пожить, где случится, идя дорогу, и пришел на гору Ефраема к дому мехи. То есть, из Бейт-Лехама в наделе в колене Иуды, Иуды, он переселился на север, в колено Ефраема. Такой бродячий был Левит, не сидел и сему на месте. И сказал ему Миха, откуда ты идешь? Он сказал ему, я Левит из Бейт-Лехама иудейского и иду пожить, где случится. И сказал ему Миха, останься у меня и будь у меня отцом и священником. То есть, мы видим, что здесь Миха, ну, он по недостатку левитов и священников, сына своего от нечего делать посвятил во священники. Назначил вот таким якобы священником. Незаконным, конечно, абсолютно с точки зрения еврейского законодательства. Книга Судей появляется в довольно поздние времена, когда уже были левиты, были, конечно же, священники Ароновы давным-давно. Но видим здесь, что уже у Михи есть все-таки понятие привилегии левитов. У левитов привилегия, это колено особо выделенное Господом. Поэтому Миха понимает, уж лучше пусть священник будет из левитов, чем вообще не из левитского колена, как его сын. Поэтому он предлагает сделку этому самому левиту, предлагает заключить трудовой договор, чтобы тот у него остался и работал у него священником. Отцом был у меня еще, говорит он. то есть отцом, видимо, духовным отцом. И буду давать тебе по десяти сиклей серебра на год, потребное одеяние и пропитание. Вот тебе жалование, десять серебра, десять шекелей, да, он у матери украл тысяча сто шекелей, а этому в год десять шекелей. Кусочков серебра определенного веса, десять серебряных денег, десять на год. Ну, кроме того, еще и полное содержание, потребное одеяние и пропитание. Ну, и кров, наверное, тоже учитывается. Левит пошел к нему и согласился остаться у этого человека и был юноша у него как один из сыновей. Этот молодой левит, юноша, был у него как один из сыновей. А духовно он этого левита стал считать своим отцом. Будешь, говорит, у меня отцом и священником. Священниками называются Коганим, а он его называет вот этого левита Коэн. Но он никакой не Коэн, он левит. Коэн это сыны Ароновы. То есть, мы видим, что и здесь Миха нарушает. Может быть, он и хотел как лучше, но совершенно полная неосведомленность в религиозных вопросах. Он говорит, ты будешь у меня священником. Левит не может быть священником. Вернее, не каждый левит может быть священником, только те левиты, которые являются потомками Аарона, одного из левитских Левита, ну, наполнил руки ему, как мы читали, Емале Эт Яд, Ядаем, посвятил, то есть, позволил ему работать священником в этом самом капище, которое он называл Домом Божиим, в котором стоят все эти чуждые совершенно вере Израиля, вот эти идолопоклоннические предметы. Трофим, Эфод, Масыха, Песель и все остальные прелести идолопоклоннического культа, и почему-то все это думается, что все это ради Господа. Левит, значит, пошел, остался у этого человека и был юношей у него, как они, не знаю, его. Миха посвятил Левита, этот юноша был у него священником и жил в доме у Михи, питался, одевался, значит, жил, кров ему был, еще, кроме того, жалования ему платили, он обслуживал такой, был таким домашним священником в домашнем капище. видимо, Миха был человеком небедным и мог себе позволить иметь для удовлетворения своих религиозных нужд, потребностей, иметь такого культового работника у себя в доме. Полная овода зора, полное идолопоклонство, чуждая работа. «И сказал Миха, теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что левит у меня священником». Вот как заблуждается Миха. «Теперь, говорит, Господь будет мне благотворить». То есть, Господь, Бог Израиля, который вывел из египетского рабства свой народ, даровал ему Тору на горе Синай, потом ввел его в землю обетованную и всячески благословил, он думает, что Господь будет к нему благоволить, потому что он его почитает с помощью вот этих идолов и что на службе у него некий левит, которого он считает почему-то священником, наполнил руки его, то есть, посвятил его на служение. Одна из самых мрачных глав, 17 глава, книги Судей. Еще раз напомню, что автор этой 17 главы книги Судей приводит эту всю историю как пример глубокого падения израильского народа выдало поклонство, то есть, такая картинка, картинка, которая, мрачная картина, которая описывает не только историю этого мехи, этого левита, таких историй было, видимо, много, но историю вообще описывает тогдашнее религиозное состояние в народе Божьем. Пройдет много веков, столетий, прежде чем появятся великие реформаторы израильской религии, которые очистят ее от всего этого идолопоклоннического элемента, и будет чистая религия, религия Божия, Господня, заповеданная Господом. Царь Йошиягу Иосия в седьмом веке, в конце седьмого века проведет глубокую религиозную реформу в духе книги второзакония. Вот эти все исторические книги, книга Иисуса Новина, книга Судей, четыре книги царств, которые мы называем второзаконнической историей, они показывают нам, как раз в свете второзакония показывают нам всю историю израильского народа, как она проходила. И понятно, что вывод-то один. Начинается эта история с завоевания Святой Земли, заканчивается потерей Святой Земли. Завоевали, потому что не занимались идолопоклонством, и справедливое было общество при Иисусе Новине. Потеряли позднее, дальнейшая история судей предмонархическая, история царей, книги царств, показывают нам постоянное увлечение идолопоклонством, а также социальную несправедливость, которая царила в обществе. За это и потеряли Землю. И вот священному писателю, который пишет уже после вероятно потери этой Святой Земли, ему нужно показать в определенном совершенно свете, как развивалась история Израиля. Лишь немногие цари потом будут удостоены высокой похвалы. Один из них Давид, другой из них Езикия, Хискиягу, третий Йошиягу. В общем-то все, только лишь три цари заслуживаются похвалы у священных писателей в эпоху монархии. А судьи, были среди них судьи хорошие, благочестивые, а были те, которые хотя и спасали Израиля, и защищали его, но в общем-то их религиозное состояние, часто и моральное, не поднималось выше среднего общенародного уровня, к сожалению. Так что история непростая история израильская и священная. Почему священная? Потому что не все, вовсе не потому, что все там были герои этой истории святыми, то есть праведными людьми в нашем понимании святости, да? Хотя понятие святости это не тождественно понятию праведности, это разные совершенно понятия. Вот. Без прикрас книга судей передает нам историю этой эпохи, историю книги судей, историю каждого судей и вообще состояние этого народа описанное вот в этих завершающих главах. Это не жития святых, где множество разных рассказов, множество посмертного раскрашивания, то, что называется адмайором да и глорием, к вящей славе Божьей, присочиненных писателями. Вот Библия совершенно непредвзято, трезво и не скрывая недостатки и грехи, описывает этих самых героев веры. И даже о Давиде и Соломоне мы узнаем нечто, которое не неприличествует праведным людям, грехи, которые они совершали. Даже такие благочестивые цари, как Давид и Соломон. Тем более в эпоху судей, когда не было царя у Израиля и каждый делал то, что ему казалось справедливым, много было мрачного, идолопоклоннического, безнравственного. И книга судей до нас это доносит не для того, чтобы похвалить людей той эпохи, а для того, чтобы показать в истинном и подлинном свете все их недостатки. Но они стремились, судьи-то все-таки, тот же Шемшон, Гидеон, Ифтах и прочие судьи, стремились к тому, чтобы исполнить волю Божью. Поэтому они святые судьи, праведные до определенной степени праведности, до определенного уровня, конечно, не очень-то выше срединародного этот уровень праведности. И поэтому Новый Завет послания к евреям похваляет целый ряд судей и добавляет, что еще и других, ставя их в один ряд героев веры. Дорогие друзья, эта запись делается для портала Экзегет. Субтитры создавал DimaTorzok